Еще в последние ноябрьские выходные, когда в любой другой год православные Польши шумно и весело заговлялись бы на предстоящий пост в семейных или молодежных кампаниях, многие из жителей Подлясья поспешили в скид преподобных Антонии и Феодосии Киево-Печерских близ Адринок. Там, в единственной в Польше православной пустыне в Подлясье, состоялось прощание с ее основателем и единственным постоянным жителем, Архимандритом Гавриилом, отошедшим в вечность на память святителя Нектария Игинского, весьма молодом для монаха в возрасте 56 лет. Незаурядной личностью отца Гавриила делал не только его исполненный любви стиль общения с приходящими к нему людьми. Часто он обращался к ним, как старец Серафим, словами «Радость моя», но в то же время и сам жизненный путь монаха. Начинался он в возрожденной супрасльской благовещенской обители, святыне, значимой для православных всего пространства на польско-белорусском погранище. Обители, в которые отец Гавриил подвязался в числе первой братьи, в 2000-м стал ее наместником. И уже в супрасльский период его жизни многие тянулись к монаху и за духовным советом, и за консультацией травника. По благословению старца Иоанна Крестьянкина, отец Гавриил занимался лечением травами, принимал и православных, и католиков, и верующих, и неверующих. Услышал о смерти отца Гавриила, поэтому приехал. Я лично рима католического исповедания, но считаю, что каждый должен отдать ему долг чести. В 2008 году архимандрит Гавриил был наречен во епископа Горлицкого, однако не принял этого постановления, посчитав себя недостойным епископского сана. В январе 2009 года отец Гавриил организовал единственный в Польше православный скит среди болот у села Адринки, в тех местах, где еще 500 лет назад была явлена икона преподобного Антония, и где столетиями теплилась монашеская жизнь. До самой смерти отца Гавриила в скит преподобных Антония и Феодосии Киво-Пещерских стекались многочисленные паломники со всей Польши и за рубежа, особенно из Беларуси, чтобы получить благословение, утешение и наставление. Идут и сейчас, уже на могилку к старцу. Он любил монашескую келью и тишину, но характер у отца Гавриила был таков, что он любил народ. Он не только лечил травами, но он тех приходящих старался увешать, исповедовать, наставлять. Он любил в поломничества и всегда во время поломничеств вокруг него всегда собирались шада, собирались молодые люди. Очень часто из этих молодых людей приходили в монастырь, а если женились, это были богобоязненные супруги, которые жили церковной, духовной жизнью. И тот, что он любил народ, мы сегодня видим. Народ благодарит его во все эти дни и ножчи. Народ всегда здесь стекался, стекается, приходил, чтобы попрощаться со своим отцом, со своим батюшком и наставником. Это замечательный человек, который создал это замечательное, необычное место. Поэтому по требованию души и сердца я здесь. Он был человеком харизмы и обладал огромной силой объединения людей для совместной деятельности. Очень много людей сюда приезжало, чтобы получить подкрепление, исходящее из сердца отца Гавриила. Они получали его из бесед с ним. Думаю, что этого будет не хватать. Конечно, это великий человек. Это видно по количеству людей, которые сюда приехали. Он умел найти подход к каждому из нас. Он обладал внутренним теплом, теплотой, которая притягивала. Отец Гаврил являлся духовником Зверковской женской обители и духовным отцом для многих православных верующих из Польши, Беларуси, России, Украины и других стран. Его духовное чадо уверено, что и подшествие ко Господу отец Гавриил сможет возносить уже перед его престолом молитву за всех, кто к нему обращается за помощью. Святости православного монаха не сомневаются и те из рима католиков, кто общался с пустынно-жителем. В этом году с архимандритом Гавриилом познакомился отец Норберт Очковский из доминиканского ордена. В нынешнем году я паломничал на Святую Гору-Грабарку и здесь проходил через скит и тогда познакомился с отцом Гавриилом. И должен сказать, что хотя я провел здесь всего два дня, но все равно очень сильно в моем сердце и в моих мыслях запечатлелся отец Гавриил. Запомнился тем, о чем, наверное, все говорят, своей доброжелательностью, открытостью людям. Только два дня я был здесь, но у меня отец Гавриил остался в сердце как святой человек. Я всем говорю, что это человек, который уже там, с Богом, на небесах. Верим в это и молимся, чтобы отец Гавриил молился за нас.